Приветствую своих зрителей на транспортном канале Daniel96. Сегодняшний обзор будет посвящен рассказу про электропоезд типа ET2M. Поехали! ET2M расшифровывается как электропоезд торжокский, второй тип модернизированный. Серия электропоездов постоянного тока, выпускавшейся с 1999 по 2010 годы на торжокском вагоностроительном заводе в Тверской область. Основой при создании электропоезда ET2M послужил предшественник электропоезд типа ET2. Первым электропоездом ET2M с номером 028 был построен в августе 1999 года. И поступил в депо Нижний Тагил в Свердловской железной дороге. По внешнему виду данный электропоезд ничем не отличается от предшественника ET2. Электропоезда ET2M с номера 029 уже получили некоторые отличия в форме кабины машиниста. Во-первых, стенка под лобовыми стеклами, на которой расположены буферные фонари, расположена под другим углом наклона. На предыдущих составах имеется наклон в обратную сторону. Во-вторых, исчезло скругление лобовой части. Оба лобовых стекла расположены в одной плоскости. В-третьих, изменилась конструкция самих буферных фонарей. На электропоезда ET2M устанавливался двигатель TED2U1 и EK235U1. Масса электропоезда возросла до 518,5 тонн, против 506 тонн у электропоезда предшественника ET2. Составы ET2M и их разновидности повышенного комфорта получили возможность эксплуатации с нечетным числом вагонов по аналогии с Димиховским электропоездом ED2T. При этом в классическую восьмивагонную или девятивагонную композицию добавляется один вагон, промежуточный прицепной. Соответственно, кроме типичных схем, вагоны электропоездов ET2M может иметь 4, 6, 9 и 11 вагонную составность. Электропоезд серии ET2M установил рекорд мелких изменений уже в процессе серийного выпуска. На 108 выпущенных поездов было больше 150 различных изменений и доработок. Только освещение вагонов менялось трижды с лампы накаливания, затем лампы нивного света и, наконец, светодиодное освещение. Изменялась комплектация сидений в вагонах, оконные рамы с разными форточками, пульты управления машиниста и другие детали. Вот только принципиально конструкция и оборудование электропоезда не менялось. Перейдем к мелкосерийным модификациям электропоездов ET2M. В 2003 году на заводе ТОРВЗ был выпущен в единственном экземпляре модернизированный комфортабельный электропоезд ET2MRL с номером 062. Электропоезд повышенной комфортности построен в 8-вагонной составности. С завода поступил в ТОРВЗ Челябинск Южно-Уральской железной дороги. В декабре 2005 года передан в ТОРВЗ Курган. ET2MRL 062 эксплуатировался на экспрессных маршрутах с сообщением Курган-Челябинск-Главный, Курган-Екатеринбург-Пассажирский и Курган-Петропавловск. И в 2017 году электропоезд ET2MRL 062 переименован на стандартный ET2M 062. Также с 2004 по 2005 годы на Торжокском заводе были выпущены 6 модернизированных комфортабельных электропоездов серии ET2ML с буквой L, обозначающей класса люкс. С номерами 063, 065, 066 предписаны к ТОРВЗ Курган Южно-Уральской железной дороги. И ET2ML 075 именная 077 Лужский рубеж и 078 предписаны к ТОРВЗ Санкт-Петербург-Балтийский и Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской железной дороги. С 2005 по 2006 годы были выпущены еще 3 модернизированных электропоезда ET2EM, осуществленные комплектом энергосберегающего оборудования на 1500 Вольт, производства Рижского электромашиностроительного завода. Для этого варианта введена собственная нумерация составов ET2EM 0001 по 0003, работающие на Октябрьской железной дороге. В 2013 году к электропоезду ET2EM 001 получил именное название Ладога. В 2014 году ET2EM 0002 в Уукса, а ET2EM 0003 в Карелии. Выпуск электропоездов серии ET2EM на Торжокском заводе завершилось в 2010 году. За весь период было построено 108 основных электричек ET2EM и мелких модификаций. В настоящее время электропоезда ET2EM продолжают работать на Октябрьской, Свердловской, Южноуральской, Западно-Сибирской и Куйбышевской железных дорогах России. Подавляющее большинство поездов ET2EM этого варианта около 80% эксплуатируется в различных депо Октябрьской железной дороги, таких как Крюково и Санкт-Петербург-Балтийский. Около 10% эксплуатирует Свердловская железная дорога, депо Нижний Тагил. Четыре состава работают на Куйбышевской и три на Западно-Сибирской железной дорогах. Если вам понравился данный обзор про электропоезд ET2EM, подпишитесь на мой транспортный канал, зацените видеоролик лайком и интересным комментарием. А чтобы не пропускали мои следующие обзоры и другие видео, нажимайте на уведомления. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи в следующих обзорах на канале Daniel96. До скорой встречи в следующих обзорах на канале Daniel96.